Сегодня в выпуске. Президент Вьетнама принял участие в открытии форума «Один пояс, один путь». Экологизация продукции и производства для создания конкурентных преимуществ. В свет вышла книга покойного героя вооруженных сил Вьетнама Костаса Сарантидиса. В эфире новости на русском языке Международного телеканала вьетнамского телевидения. И с последними событиями этого дня ознакомился я, Ку Ку И. Здравствуйте. Сегодня генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Ньет Фу Чонг принял высшего советника короля Камбоджи, заведующего Международным отделом Центрального Комитета Народной партии Камбоджи Праг Сокхона, находящегося в Хануе с визитом. Ньет Фу Чонг поздравил Камбоджу с успехами, достигнутыми за последнее время и выразил удовлетворение хорошими отношениями между двумя правящими партиями и двумя государствами. Было отмечено, что эффективно исполняются договоренности, достигнутые высшими руководителями двух стран. В свою очередь, Праг Сокхон заявил, что Камбоджа и впредь будет тесно взаимодействовать с Вьетнамом для реализации договоров, соглашений, достигнутых высшими руководителями правящих партий и двух государств. Также сегодня глава Международного отдела ЦК КПВ Ле Хуачунг провел переговоры с коллегой из Камбоджи Праг Сокхоном. Были обсуждены направления дальнейшего развития сотрудничества во всех сферах между двумя странами, в том числе между двумя правящими партиями. Сегодня в столице Китая, Пекине, президент Вьетнама Ву Ван Хунг и более 20 глав государств и правительств стран мира переняли участие в открытии третьего саммита «Один пояс, один путь». Главной темой форума является высококачественное строительство одного пояса, одного пути, совместное достижение общего развития и просветания. В рамках саммита пройдут три форума высокого уровня, посвященные цифровой экономике, зеленому развитию и региональным связям. В своем вступительном слове генеральный ЦРЦ КПК, председатель Китая Ци Цзиньпинь подчеркнул достижение инициативы «Один пояс, один путь». За последние 10 лет было реализовано более 3000 проектов инициатив, способствующих развитию сотрудничества, экономических связей и связей евразийского континента с Африкой и Латинской Америкой. Особенно это соединение экономических коридоров, автомобильных и железных дорог. Все это призвано содействовать торговле, инвестированию и народным связям. Также постепенно продвигались инвестиции в развитие чистой энергетики, соединение информационной инфраструктуры и создание стимулов, чтобы этот форум стремился к золотому десятилетию. Выступая на встрече высокого уровня на тему «Цифровая экономика. Новый источник роста», президент Вов Ван Кэм подчеркнул, что Вьетнам всегда поддерживает инициативы, полезные для мира, сотрудничества и развития в регионе и мире. Президент Вьетнама приветствовал тему форума и заявил, что сотрудничество в сфере цифровых институтов заключается в создании соответствующих нормативных актов, в рамках которых процесс принятия законов, нормативов и стандартов цифровой экономики должен учитывать уровень развития и особенностей каждой страны, чтобы обеспечить баланс интересов и равенства всех сторон, помочь развивающимся странам формировать и развивать свои промышленности. На полях проходящего в Пекине форума «Один пояс, один путь» президент Вьетнама Волан Хэнг провел встречи с лидерами и руководителями ряда стран. На встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом президент Вьетнама Волан Хэнг выразил пожелание, чтобы две страны чаще проводили встречи в стиле всестороннего развития двусторонних отношений. Он предложил сторонам участие для обмен визитами на всех уровнях, расширить экономическое взаимодействие и сотрудничество в подготовке кадров. Стороны договорились усилить защиту стабильности и безопасности на Вьетнамо-Камбоджистской границе и борьбу с разграничной преступностью. В ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзи Йоевым, президент Вьетнама Волан Хэнг приложил сторонам усилить торговое экономическое сотрудничество, где в последнее время наблюдаются признаки улучшения, и углубить отношения в других перспективных сферах, таких как образование, профподготовка, культура, туризм, а также рассмотреть вопрос открытия прямого авиасообщения между двумя странами. По приглашению короля Салмана Ибна Абдул-Азиза, сегодня премьер-министр Фаам Ментинь прибыл в Собудскую Аравию для участия в саммите между АSEAN и Советом Сотрудничества Арабских Гастарств Персидского залива, а также для официального визита в эту страну с 18 по 20 октября. Это первый саммит между АSEAN и Советом Сотрудничества Арабских Гастарств Персидского залива после установления отношений в 1990 году. Стороны ожидают, что саммит станет важной вехой, позволяющей поднять сотрудничество этих двух региональных организаций на новый уровень в целях удовлетворения потребностей обеих сторон. Визит премьер-министра имеет важное значение как в выражении нового видения независимости, солидарности и развития стран АSEAN, так и в укреплении политического доверия и повышении эффективности сотрудничества между Вьетнамом и Солдовской Аравией во всех аспектах. Саммит между АSEAN и Советом Сотрудничества Арабских Гастарств Персидского залива проходит в то время, когда страны юго-осточной Азии, включая Вьетнам, привлекают все больше внимания стран этого региона. Все шесть стран-членов этой региональной организации являются приоритетными партнерами Вьетнама на Ближнем Востоке и в Африке. Информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов, одно из ведущих СМИ в районе Персидского залива. В последнее время появляется много его статей на тему Вьетнама. Вьетнам сегодня для нас очень важная страна, поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы новости о Вьетнаме доходили не только до наших читателей, но и до читателей других газет. По словам Киана Чун Чея из Инсона фонда передовых технологий со штаб-квартирой в Саудовской Аравии и УАЭ, интерес к Вьетнаму в районе Персидского залива стал тенденцией, когда эти страны стараются разнообразить свою экономику. Здесь мы видим как толчок, так и притяжение. Толчок — это решимость стран Персидского залива разнообразить экономику в постнефтяную эпоху. А притяжение — это тот факт, что Вьетнам становится очень привлекательным направлением для инвестиций. Стабильность стране подобна магниту, притягивающему инвесторов. Предстоящий в Саудовской Аравии саммит АСЯН Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — это возможность нарастить сотрудничество между арабскими странами Персидского залива с АСЯН, особенно с Вьетнамом. «Саммит Совета стран сотрудничества Персидского залива и АСЯН состоится на фоне того, что наши страны имеют свои стратегии и политики в направлении на восток. А после COVID-19 Вьетнам становится одним из ведущих ключевых факторов. Многие крупные производства перемещаются во Вьетнам. Это заставляет страны Персидского залива уделять Вьетнаму больше внимания». Обязательства и освоение иностранных инвестиций находятся на высоком уровне, что отражает веру иностранных инвесторов в возможности Вьетнама. Об этом говорится в обновленном отчете Всемирного банка о макроэкономической ситуации Вьетнама. В документе говорится, что обещанные и освоенные бои во Вьетнаме за 9 месяцев этого года составили 20,2 миллиарда и 15,9 миллиарда долларов США, соответственно. Объем только обещанных прямых иностранных инвестиций вырос на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также, согласно отчету, экономика Вьетнама процветала в третьем квартале с тэпом роста в 5,3%. В условиях глобальной нестабильности, по оценке Всемирного банка, этот успех отражает большие возможности вьетнамской экономики. Экологизация продукции и производства для создания конкурентных преимуществ – это новая тенденция для многих вьетнамских предприятий с целью увеличения ценности бренда на рынке. Экологизация помогает предприятиям привлечь новых клиентов, особенно в нынешних сложных экономических условиях, когда заказы сокращаются. Экологизация в всей цепочке является преимуществом, которое активно продвигает предприятие. Этот завод имеет целую экологическую производственную линию. Латекс поступает из зон, имеющих сертификат устойчивого лесопользования. Все производственные стадии от транспортировки, приема до собственного производства – все проводится в соответствии с экологическими требованиями. Поэтому готовая продукция соответствует требованиям для экспорта в страны Европы, США и Корею. Из-за рынка импортеры КОЧК требуют, чтобы сырье было получено из зон, имеющих сертификат устойчивого лесохозяйства. И мы стараемся удовлетворить их требования. То есть выпускаемая для них продукция имеет специальную маркировку. Компания стремится иметь более 15 тысяч гектаров сырьевых площадей, получивших сертификат устойчивого лесопользования. Это основа для экологически чистого производства латекса, мебельной древесины и экологизации цепочки, что помогает предприятию укрепить свой бренд. Наши клиенты уделяют большое внимание устойчивому развитию. Поэтому мы очень тщательно и методично выстроили эту цепочку. Стоимость продукции растет. В нашем производстве участвуют и фермеры, поэтому надо привлечь их к созданию зеленого производства. Мы готовы им оказать финансовую помощь. Чтобы создать зеленый досье для сырьевых зон и производственных процессов, Каучуковая корпорация Вьетнама выработала стратегию экологизации цепочки поставок. Ежегодно она производит в среднем 320 тысяч тонн каучуков всех видов. Цель в том, чтобы к 2050 году все каучуковые площади имели сертификат устойчивого лесопользования. Вьетнам считается в Юго-Восточной Азии потенциальным рынком для стартап-движения. Его стартап-экосистема занимает 12 место в Азиатско-Тихианском регионе. Многие стартапы добиваются успехов не только в стране, но и стремятся расширить свое видение для выхода на мировой рынок и получения более высоких ценностей. Многие из них уже выходят со своей продукции на глобальный рынок. Начав свое дело в небольших масштабах, с самого начала этот стартап поставил цель производить только высококлассные продукты и ручные работы небольшими партиями. Благодаря этому средний темп роста всегда держится на уровне 20-30% код. Для каждой страны у нас отдельная стратегия, но качество должно быть стабильным, чтобы сохранить бренд. Я хочу развивать более качественную линейку товаров с большей долей ручного труда для корейского и тайваньского рынков. Рынок кофейной продукции этой компании значительно расширился за последние два года с 25 до 40 стран мира. Наши заводы отвечают международным стандартам США – FDA, ISO. Мы также зарегистрировали эксклюзивные права на свой бренд и постоянно стараемся повысить качество продукции в соответствии с требованиями каждой страны. Товары и рынки должны соответствовать друг другу. Нужен достаточно большой рынок для развития продукта, инвестиций в развитие человеческого потенциала, устойчивого развития, самоулучшения. Молодые стартапы заявляют, что предлагают все усилия для технологического развития, улучшения дизайна, повышения качества, выработки маркетинговой стратегии, чтобы создать конкурентные преимущества. Далее выпуски. Спасатели всю ночь искали потерпевших бедствия в море рыбаков. В свет вышла книга покойного героя вооруженных сил Вьетнама Костаса Сарантидиса. Прошло почти два дня с момента затопления двух рыбацких лодок в водах архипелага Чунгша. Тревожная атмосфера окутала рыбацкую деревню Тамзянг в провинции Куангнам. Родственники пропавших без вести рыбаков каждую минуту ждут новостей о поисках спасательной операции. Они молятся о чуде, поскольку оптимальное время поисков истекает. Вчера ночью многие соседи пришли в дом Хая, чтобы выразить поддержку и соболезнования. Члены семьи были потрясены, когда получили новость о том, что хотя Хай был спасен из-за слишком длительного пребывания в воде, он и еще один рыбак погибли. Мы надеемся, что власти быстро найдут погибших и пропавших без вести жертв, чтобы они вскоре воссадились со своими семьями. Помимо подтвержденных погибших рыбаков, на данный момент пропавшими без вести еще находятся 13 рыбаков. Спасенным членом экипажа оказывается медицинская помощь. Надеюсь, спасательный корабль быстро доберется до потерпевших, чтобы позаботиться о здоровье выживших и вернуть погибших для организации похорон. Власти навестили дома судовладельцев и членов экипажа, чтобы поддержать их, поделиться последней информацией. Мы мобилизуем все ресурсы для поддержки пострадавших, владельцев транспортных средств, попавших в беду. Провинция Куангнам координировала свои действия с Национальным комитетом по реагированию на инциденты, стихийное бедство и поисково-спасательным работам, чтобы мобилизовать множество стресс, обеспечить доступ к месту происшествия, срочно воспользовавшись оптимальным временем для поиска. За 9 месяцев текущего года на работу за границу выехали более 111 тысяч граждан Вьетнама. Об этом сообщили в Департаменте рабочей силы за рубежом Министерства труда, инвалидов, войны и социальных дел. Этот показатель превысил годовой план на 11% и более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом видно, что ситуация с отправкой людей на работу за границу позитивно нормализуется. На данный момент за рубежом по контрактам работают более 650 тысяч граждан Вьетнама. Удовлетворяя потребности в трансформации технологии и инвентаризации парниковых газов, возле Вьетнама начали формировать программы обучения экономике и природных ресурсов. Хотя это довольно новая специальность, предприятия очень задействованы в студентах этого направления. Это пилотная модель производства одноразовых стаканчиков и тарелок, изготовленных из свежих листьев лотоса, которые легко разлагаются в окружающей среде. Этот продукт и производство системы являются результатом исследований и разработок студентов факультета экономики и природных ресурсов Индустриального института Хушмина. Спустя всего почти три года с момента зарождения этой идеи купил бис для подготовки к массовому производству. С 2019 года у меня зародилась эта идея. Затем мне посчастливилось поучаствовать в программе Build It в университете в США и получить награду. Затем я использовала этот проект для пополнения диплома работы. Участие в научно-исследовательских и производственных проектах, а также посещении производственных предприятий, являются одним из преимуществ студентов, изучающих экономику природных ресурсов. Это не только облегчает процесс обучения студентов, но и помогает бису иметь больше возможностей для поиска человеческих ресурсов. Ребята замечательные. Надо сказать, что у них много инициатив, идей, которые могут внести вклад в развитие компании. Для нас очень воодушевляет. Подготовка кадров для секторов зеленой экономики во Вьетнаме началась всего несколько лет назад. Но это неизбежная тенденция будущего. Поэтому ВУЗы фокусируются на инвестировании, обновлении и инструктуре, и преподавательской составе в этой области. Исследования проводятся уже около 10 лет или более. У преподавателей есть много исследований, поэтому они могут работать. Во-вторых, мы также приглашаем специалистов. Имея степень бакалавра экономики, студенты, окончившие программы экономикой природных ресурсов, могут работать на предприятиях или в подразделениях, связанных с природными ресурсами и окружающей средой. 2023 год является важной вехой в дипломатических отношениях между Вьетнамом и Францией. Помимо мероприятий, посвященных 50-летию дипломатических отношений в медицинской сфере во Вьетнаме и Франции, также празднуют вековой юбилей Индокитайского института Кюри, ныне Центральной окологической больницы К. Больница была основана 19 октября 1923 года и включена в сеть исследований и лечения рака при Институте Кюри в Париже. Основанный в 1921 году выдающимся ученым Мари Кюри, Институт Кюри в Париже и поныне является Центром исследования и лечения рака, продолжает вносить большой вклад в мировую медицину. В 1923 году Мари Кюри изложила фундамент Индокитайского института Кюри, который теперь называется как больница К. Профессора привезла во Вьетнам первый стержень радиа для лечения здешних больных из стран Юго-Восточной Азии. Мы были очень взволнованы, когда узнали, что это первое место работы у нее и ее коллег в то время. На протяжении многих лет, особенно после создания больницы Ка в 1969 году, Институты Кюри и Ка поддерживают постоянные профессиональные связи в духе взаимной помощи в исследовательской и преподавательской деятельности. Я считаю, что сотрудничество наших двух институтов прежде всего состоит из учебных курсов и тренингов для получения доступа к передовым методам лечения рака и передачи Вьетнаму всех новейших технологий и достижений в лечении рака для лучшего лечения онкобольных в стране. Это поможет больнице Ка подняться на новую высоту. Это лечение онкобольных с помощью высоких технологий, что поднимет больницу Ка до регионального и мирового уровня. На новом этапе развития Французский институт Кюри и Вьетнамская больница Ка будут и впредь работать вместе в проведении специальных исследований и обучения для лечения редких видов рака. Интернационалист, герой Народных вооруженных сил Вьетнама Костас Сарантидис Ген Ван Лап ушел от нас более двух лет назад. И на днях в свет вышла его книга мемоваров во вьетнамском переводе «Вьетнам. Моя вторая родина». Презентация книги состоялась 17 октября в Афинах. Ее организовали вьетнамское национальное политическое издательство «Правда» и посольство нашей страны в Греции. В книгу мемоваров «Вьетнам. Моя вторая родина» вошли архивные документы, рассказы и воспоминания о необычной жизни Костаса Сарантидиса Ген Ван Лапа, грека с вьетнамской душой и сердцем. По зову справедливости он добровольно перешел на сторону вьетнамского народа для борьбы против французских колонизаторов. Вернувшись в Грецию до последних своих дней, он был привязан к нашей стране. Он первый и пока единственный иностранец, достойный звания Героя Народных Ворушенных Сил Вьетнама. Мне очень повезло. Выпала честь составить книгу мемуаров о жизни Костаса Сарантидиса. Знакомство с ним очень важно для моей жизни. В книге читатели узнают более подробно о важных веках в его жизни, о борьбе вьетнамского народа против французских колонизаторов и, что самое главное, о его идеалах и особой любви, которую он отдал Вьетнаму. Помимо представителей Компартии Греции и многих сурбежных гостей, на презентации книги присутствовали также три дочери Костаса Сарантидиса Уэн Ван Лапа, в которых течет греко-вьетнамская кровь. Сегодня очень счастливый день для нас. Это наша большая гордость и честь. Вьетнамцы всегда будут помнить о нашем отце как интернационалисте, который вместе с ними сражался. Он навсегда останется в истории Вьетнама и никогда не будет забыт. Костас Сарантидис Уэн Ван Лап скачался в 1991 году. По его желанию, его прах захоронен во Вьетнаме. Издание его мемуаров на вьетнамском языке имеет большое значение. Это дань уважения герою, который всю свою жизнь посвятил Вьетнаму. Это также будет способствовать развитию и укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Грецией. Октябрь – это время года, когда выращиваемый в северных районах Вьетнама рис созревает, а рисовые поля обретают золотистый оттенок. Для крестьян, занимающихся земледельческими работами, нет ничего радостнее, чем работа по сбору урожая риса. Давайте посетим один из затапливаемых районов ханойского пригорода Ченгми, чтобы познакомиться с местными женщинами, которые с раннего утра в прохладных осенних дней занимаются сбором урожая риса. И увидеть, что как бы не активно шел процесс урбанизации, земли по-прежнему являются источником средств существования у людей. На этих низменных, часто затапливаемых полях можно выращивать только рис. Мы очень рады, что в этом году у нас урожай хороший, и у нас будут деньги на жизнь, надежду и учебу для детей. Вчера почва была сырая, ходить по ней было тяжело, а сегодня она высохла, поэтому ходить по ней стало легче. Ребята, здесь есть птичье гнездо с писью яйцами. Давайте ничего не будем трогать, пусть мама птицы вернется и продолжит высыживать яйца. Этот клейкий рис обычно надо собирать его вручную, поскольку после отделения зерен от степли с помощью машины солому можно продать для изготовления метел. Видите, эти колосья сильно нагибаются к земле. Это означает, что урожай хороший, а этот колось тощий. В эти осенние дни – отличная и прохладная погода. Мы собираем рис. Здесь все время приятный запах свежего риса и соломы. Урожай хороший, значит, на новогодний праздник ТЭТ у нас будут отличные параги банчун. А далее прогноз погоды во Вьетнаме на завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это все новости, с которыми мы успели вас познакомить. Пересмотреть все наши выпуски вы можете на сайте vtvgo, который вы видите на экране. Кроме того, вы можете скачать наше мобильное приложение vtvgo в App Store и Google Play. Благодарим вас за внимание. Всего доброго и до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!